Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Воины сплели венец из стерновых ветвей и возложили ему на голову. Потом одели его в багреницу, подходили к нему и говорили, «Радуйся, царь иудейский!» и били его по щекам. Пилат снова вышел и сказал иудеям. Смотрите, я вывожу этого человека сюда, чтобы вы знали, что нет за ним никакой вины. Таково мое решение. Смотрите, все человек! И вышел Иисус в терновом венце и багренице. Распни его! Требуем распять его! Распять нечестивца! Распни его! Распни! Так вы распните, если желаете этого. Я в нем не нахожу вины. По нашему закону он должен умереть, потому что он объявил себя Сыном Божьим. Что? Услышав это, Пилат убоялся еще больше. Он опять вошел во дворец и спросил Иисуса. Откуда ты пришел? Но Иисус не ответил. Тебе ли не отвечать мне? Запомни, я имею власть тебя отпустить и власть тебя распять. Твоя власть надо мной дана была тебе свыше. И грех больше посему на том, кто решился предать. Услышав это, Пилат пытался найти способ отпустить Иисуса. Если его отпусти, что признаешь себя недругом Кесаря. Всякий, кто царем назовется, противником Кесаря становится. Хаскадинь. 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 Семeх. Хаскадинь. Хаскадинь. Услышав эти слова, Пилат вывел Иисуса и сел на судилище, место, называемое Лифостротон, каменный помост, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой, около полудня. Пилат сказал Иудею, Это ваш царь! Убей его! Убей! Я могу убить вашего царя? Нет у нас царя, кроме Кесаря. Тогда Пилат предал им Иисуса на распятие. Распяни его! Распяни его! Распяни! Субтитры создавал DimaTorzok